В маленьком провинциальном городке был праздник, отмечали день города, улицы были убраны, а центральная площадь, по которой шел Валера, была обставлена цветами, ухоженными кустиками и лавочками. Рядышком стояли очереди на покупку мороженого и воздушных шаров. В центре площади стояла красивая белая карета с позолотой в стиле 19 века, запряженная двумя лошадьми. Валера поискал глазами кучера и обнаружил его в холодке под деревом. На улице стояла ужасная жара. Был разгар дня, и солнце палило, словно огонь в печи. Все прохожие пытались скрыться в тени, занимали лавочки или садились прямо на газон под деревьями. Только карета с лошадьми стояла на открытом пятачке, без единого намека на тень. Животные повесили головы, изредка подергивая хвостами. На них были надеты большие расшитые попоны, которые закрывали их спины. В гривнах и хвостах – плетеные украшения. Валера покачал головой. Лошадкам явно было очень жарко на палящем солнце. А горе-владелец даже не подумал завести их в холодок, подумал мужчина. Он подошел к кучеру. «Зачем вы так над своими лошадками издеваетесь? Им же там жарко. Поставьте сюда, возле себя, хоть немного прохлады. Тебе какое дело?» Грубо ответил владелец животных. «Ничего с ними не случится. Раньше лошади под солнцем работали, и ничего. А эти на месте стоят, даже ничего таскать не нужно. Сюда их приводить нельзя, от них воняет, людям это неприятно. Хоть воды им дайте», – не успокаивался Валера. «Они пьют нормально», – гаркнул хозяин. «Утром и вечером этого лошадям достаточно. Но не в жару», – возразил Валерий. «Слушай, ты вали. Отсюда со своими советами. Не мешай работать», – рассердился кучер. Валера сдаваться не хотел, но не успел он придумать достойный ответ, как сзади раздался грохот и испуганное ржание. Люди тут же обернулись на звук. Одна из лошадей рухнула на брусчатку, утягивая за собой напарницу. Второе животное испуганно ржало и пыталось отойти от павшего друга. По несчастью, люди взволнованно шептались, но никто не подошел поближе. Валерий тяжело посмотрел на кучера. Тот с недовольным лицом встал и нехотя дошел до животного. «Вставай, давай!» «Чего разлеглась?» – грубо прикрикнул мужчина. Валера понял, что дело принимает совсем скверный оборот. Он посмотрел по сторонам. Некоторые люди включили камеры и записывали происходящее. Это могло сыграть на руку. На всякий случай неравнодушный человек достал и свой телефон, включил запись. После чего подошел поближе. Она не встанет. «Лошади срочно нужна вода. Распорядитесь. Снимите эти жаркие тряпки, отведите в тень. Не учи меня, что делать с моим имуществом!» – заорал кучер. Он схватил палку и принялся избивать лошадь, чтобы та поднялась. Но лошадь только подрагивала под ударами. Сил встать у нее не было. «Что вы делаете?» «Вы же ее угробите!» – закричал кто-то из наблюдавших толпы. «Вас забыл спросить», – огрызнулся кучер. «Она просто придуривается. Сейчас получит хорошенько и поднимется. Не впервой». Валерий не выдержал и перехватил палку. Кучер разозлился еще сильнее, и теперь прилетело уже защитнику. Тут, наконец, очнулись наблюдатели. К карете поспешили люди. Со всех сторон мужчина оттянули кучера, забрали у него палку. Кто-то принес бутылку воды. Валера помог залить жидкость лошади в рот. Животное жадно глотнуло и распахнуло на людей печальные глаза. Толпа возмущалась жестокостью владельца животных. Постепенно ажиотаж спадал, люди разбредались в разные стороны. Кучера отпустили. Он сверкал злыми глазами, но больше в драку не лез. Валерий невольно перенесся мыслями в воспоминания из детства. Тогда он уже видел подобное. Семья отдыхала на море. Валера с удовольствием купался весь день, а вечером гулял с родителями по небольшой набережной. Короткая улочка была до отказа набита продавцами сувениров, сладкой ваты и холодных напитков. На одной лавке всем желающим предлагали сделать фото с настоящим крокодилом. Чуть дальше толпа собралась вокруг обезьяны, одетой в смешные штанишки. А почти в самом конце стояла лошадь. Валера как завороженный смотрел на нее уже второй день подряд, но у родителей не было денег, чтобы прокатить сына. Поэтому мальчику оставалось только наблюдать. Он видел, как катались другие, и дети, и взрослые, когда их везли вдоль моря. Лошадь шла неторопливо, словно ей было тяжело. Огромные бока плотно стягивало седло, впиваясь ремешками в шкуру. Сначала Валера подумал, что животное перекормлено, но мама объяснила, что у лошадки скоро появится жеребенок. В очередной вечер лошадь снова возила людей. На нее взобралась тучная тетка. Животное просело под большим весом. Валерию было жалко лошадку. Он замиранием сердца следил, как она тяжело передвигает ноги, а потом животное резко остановилось и громко заржало. Люди заинтересованно оборачивались. Ржание было необычное, какое-то особое, словно от боли. Женщина испугалась и принялась кричать, чтобы ее сняли. Хозяину отдавать деньги за катание не хотелось, поэтому он убеждал клиентку, что все нормально. Лошадь тяжело дышала, не двигаясь с места, но ее изо всех сил тянули вперед. Очень тяжело животное сделало несколько шагов, а потом снова замерло и заржало. О том, что происходит, Валера догадался не сразу. Из-под хвоста кобылы начало что-то вылезать. Люди брезгливо морщились, уводили детей, отворачивались. Толстая тетка все-таки добилась, чтобы ее сняли с седла. Кобыла еще несколько раз заржала, пошатнулась и упала. Рядом на земле лежал новорожденный жеребенок. Валера вытянул голову, чтобы рассмотреть малыша получше, но мама крепко схватила его за руку. Тем временем хозяин лошади принялся ее громко ругать и бить. Мама лошадки же больно, ужаснулся маленький Валерка. Наверное, отвела глаза мама. Пойдем отсюда скорее. Хочешь мороженое? Но мама, нужно лошадке помочь. Не успокаивался мальчик, отчаянно сопротивляясь. Мы не можем ей помочь, строго сказала мама. Она чужая. Ее хозяин может делать с ней все, что захочет. А мы уходим. Валера оглянулся. Сквозь толпу он увидел, что животное пытается встать, но не может. Люди огибали место, где лежали животные, как будто они были прокаженными. Никто не попробовал вступиться за кобылу. Больше мальчик лошадей на набережной не видел. А вскоре вернулся домой. Тот случай навсегда запомнился Валерию. Гуманное отношение к животным он сохранил. Только теперь не стеснялся делать замечания нерадивым владельцам. Часто нарывался на грубость, но иногда добивался своего. В этот раз мужчина тоже не собирался сдаваться. Он вызвал на место полицию и оставался около лошадей до приезда патрульных. Несколько человек поддержали идею. Кто-то сбегал, купил еще воды для лошадей. Непонятно откуда приволокли большое полотно и закрыли упавшее животное от солнца. Пока ждали полицейских, люди чуть сами не попадали на голые площади под палящим солнцем. Владелец животных порывался поднять упавшую лошадь, но толпа не дала ему подойти. Кучер кричал, что вызовет полицию. А когда узнал, что патрульные вот-вот прибудут, радостно потер ладони. Он был уверен, что толпу накажут. Но что-то пошло не так. Полицейских сразу же обступили люди, наперебой рассказывая о жестоком обращении. Показали несколько видео с разных ракурсов. Вы готовы писать заявление и давать показания? Спросили полицейские. Несколько человек согласились. Какой-то студент даже нашел в своей сумке листок и собрал подписи окружающих, подтверждающие, что они лично видели издевательство над животными. Да что вы сделаете? Негодовал кучер. Это мои животные. Мои. Никто не будет указывать, как мне обращаться с ними. Законодательством предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными, уведомил его полицейский. А если кто-то из невольных наблюдателей получил психологическую травму, то и им должны будете. Заметила его напарница. Такой оборот испугал владельца. Он схватил свою сумку и торопливо растворился в толпе. Когда полицейские хотели задать ему вопросы, никого поблизости не нашли. Куда девать лошадей, никто не знал, но от солнца нужно было вывести хотя бы ту, которая еще стояла на ногах. Пока одни судорожно искали в интернете, куда пристроить животных, другие создавали тень и поили несчастного зверя. Валера с еще одним парнем взялись за ремешки на второй кобыле. Незнающим людям довольно сложно правильно снять упряжь. Мужчины чуть все не стащили, но в последний момент оставили уздечку. Как только с лошади упала попона, она облегченно выдохнула. Животное подвели к фонтану, другой воды в округе не было. Но кобыла и эту воду пила с жадностью. Потом ее привязали к лавке в густой тени деревьев. Упавшую лошадь тоже освободили от пут и украшений. Подростки охотно набирали воду из фонтанов бутылками и обливали животное, чтобы ему было не так жарко. Все амуницию закинули в карету. Полиция вызвала эвакуатор, и карету увезли на штрафстоянку. Людям удалось найти конный клуб рядом с городом, который согласился на неделю приютить животных. Вскоре на площадь заехала машина с прицепом для перевозки лошадей. Для подъема лежащей кобылы пришлось вызывать коммунальщиков с автокраном. Животное переместили в прицеп. Туда же завели вторую лошадку, их увезли в подготовленные стойла, где уже ожидал ветеринар. А Валеру и других очевидцев пригласили в полицейский участок. Заявления, показания, пересылка видео заняли весь вечер. Когда мужчина вышел на улицу, вокруг уже горели фонари. Насладиться достопримечательностями не получилось. Зато вышло сделать кое-что намного ценнее. На следующий день мужчина уезжал в другой город, но он не мог не заглянуть в конный клуб. Лошади отдыхали под деревьями в густой траве около реки. Одна из них свободно прогуливалась по загону, а другая лежала, но выглядела намного лучше, чем на площади. «Она так и не встает?» Спросил Валера. «Встает, но ноги трусятся», — ответили ему. Сюда дошла. А это сотни метров от конюшен. Теперь пусть отдыхает. Ветеринары и утром смотрели, и вечером придут. Очень вовремя ее забрали. Тепловой удар обезвоживания. Там, на площади Бестени, ее кровь бы вскоре закипела, и животное бы погибло. Через несколько недель Валере попалась новость о прокате лошадей в том самом городе. В статье рассказывали, что лошадей конфисковали. Официально владельцы обязали выплатить штраф за жестокое обращение. Одна из мамочек, что прогуливались на площади с детьми, последовала совету полицейского женщина, подала иск на компенсацию психологической травмы, нанесенной ребенку жестоким зрелищем, и имела все шансы его выиграть. Валера удовлетворенно кивнул. Теперь кучер точно трижды подумает, перед тем, как мучить животных и морить их жаждой в жаркий день.